Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ирина. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Сегодня у меня педикюр. Здесь мы видим сухую кожу стоп, мелкие трещинки, натоптыши и кое-где мозолелости. Девушка долгое время была в частном секторе, в открытой обуви. Сейчас лето, это понятно. Ну что ж, будем все это дело приводить в порядок. Для этих ножек я выбрала сухую обработку дисками. Для сухой шелушащейся кожи это то, что нужно. Поэтому поехали! Беру абразив на 80 грит и обрабатываю самые грубые участки. Диском работаю на форварде на 13-15 тысячах оборотов. Если огрубевшей кожи много, я вижу, что нужно будет хорошенько все спилить, я ставлю обороты где-то на 15. Если же кожа тонкая, видно, что нужно работать аккуратно, чтобы не перепилить. Я снижаю обороты до 13 тысяч. Работая диском, кожа обязательно должна быть натянута. Поэтому левой ручкой помогаю себе. И еще важно, чтобы при работе рука не висела, то есть нужно постоянно находить опору. Я это делаю или мизинчиком, или указательным пальчиком. Продолжение следует... Продолжение следует... Меняю файл на 180 грит и приступаю к шлифовке кожи. Работаю также на форварде на 13-15 тысячах оборотов. Обрабатываю все огрубевшие участки. Особое внимание уделяю амазолелостям. Там спиливаю больше, но не в ноль, чтобы потом не больно было ходить. Продолжение следует... Чтобы обработать пальчики, нужно обязательно хорошо... Хорошо зафиксировать его левой рукой, чтобы он не дребезжал и под вращением фрезы не выскользнул. На мизинчике убираю натоптыш, который явно видно. Такие натоптыши часто встречаются у клиентов. Мизинчик подворачивается под остальные пальчики и в этом месте образуется натоптыш. Теперь меняю файл на полировочный. Это 240 грит или 320 и приступаю к полировке. Полировщиком работаю совсем чуть-чуть, буквально прохожусь один-два раза. Важный момент, что при работе с дисками обязательно нужен пылесос. Работаем на сухую, пыль летит вверх, ее очень много. Это видит и клиент, и мастер. И дышать органической пылью очень вредно. Я работаю аппаратом со встроенным пылесосом. Это очень удобно. Кому интересно, каким аппаратом работаю я, можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео. Ссылочка вверху экрана. Обработка стопы окончена. В данный момент стопы очень пыльные. Смачиваю их мыльной водичкой. Далее вытираю полотенцем и можем посмотреть на результат. Вот такие вот гладенькие стопы у нас получились. Осталось только обработать пальчики. Спиливаю твердосплавной фрезой на 20 тысячах оборотов предыдущее покрытие. Убираю длину и опиливаю форму. Субтитры подогнал «Симон» Далее работаю пламенем с синей насечкой на 17 тысячах оборотов. Вычищаю птериги и кожу, которая наслоилась на ноготь. Как обычно, обрабатываю сначала левую сторону на форварде, а потом правую на реверсе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» После тщательной работы пламенем смачиваю пальчики тоже мыльной водой И приступаю к кутикуле. Срезаю ее ровной полосочкой ножничками. Все, что не дорезала, убираю накожницами. Если кожа высыхает, смачиваю ее, так удобнее работать. Дорабатываю накожницами синусы, боковые пазухи. Ну, в общем, чтобы все было чистенько и красиво. Не знаю, почему все восхищаются моей работой накожницами. Вроде работают так же, как и все. Единственное, я могу сказать, что вот эти накожницы «Олтон» для меня размер «М» очень удобные. Субтитры подогнал «Симон» Аналогично обрабатываю все пальчики и показываю еще отдельный мизинчик. Я знаю, вы это любите. Все, пальчики готовы, стопы готовы. Теперь остается лишь покрыть гель-лаком. Обезжирила ногтевую пластину и наношу базу тонким слоем. У меня в работе база «Атика». Она жидкая и пластичная. Как раз подходит для педикюра. Сегодня у меня в работе гель-лак «Камильфо» серия «Делюкс» D102. Это эмалевый черно-фиолетовый цвет. Как и все гель-лаки, хорошо ложится в два тонких слоя. Камильфо «Камильфо» Далее покрываю глянцевым топом с липким слоем. Топ у меня «Глосс Премиум». Вытираю липкий слой, наношу масло, а на стопы крем. Вот такой вот результат у нас получился. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами была я, Ирина Брилева. Желаю всем хорошего вечера и до новых встреч. Пока-пока!